Здравствуйте! В этом видео мы рассмотрим с вами текстовый редактор, а точнее не просто даже текстовый редактор, а это целый офис, но не Microsoft Office, а другой офис, который называется LibreOffice. Он также имеет подобные возможности, текстовые документы, электронные таблицы, презентации, базы данных и так далее. Возможно он конечно же уступает Microsoft Office, но тем не менее у него есть большое преимущество, он абсолютно бесплатный. Также как и OpenOffice, уже на канале есть видео о данном офисе, мы его уже рассматривали. Но на сегодня мы рассмотрим LibreOffice, также бесплатный офис, который работает на Windows, на Mac и на Linux, то есть практически на всех операционных системах. Ссылку на официальный сайт я оставлю в описании, вот здесь кнопка скачать, закачиваем его на компьютер. Здесь нам предлагают выбрать операционную систему, я выбираю Windows 64, потому что у меня 64-битная операционная система. Сохраняю его на рабочий стол, также я так понимаю это Help Pack.ru, то есть это скорее всего русский язык для этой программы. Скачиваю и первый, и второй вот эти пункты. Сейчас он подгрузится и мы приступим к установке. Размеры как вы видите 234 мегабайта. Это сама программа, сам офис и 7.3 русский язык. Все файлы закачаны, теперь я запускаю установку самой программы. Далее я выберу выборочную. Ну и здесь я еще добавлю английский США, чтобы он также был. Жму далее. Эта настройка нужна для того, если вы хотите, чтобы по умолчанию данная программа стоила, то галочки оставляйте. Я не буду создавать на рабочем столе, я обычно в меню пуска создаю ярлыки. Нажимаем установить и ждем пока пройдет процесс установки. Установка завершена, нажимаем готово. Значит я ошибся насчет вот этого второго файла. Это не русский язык, это русифицированная поддержка. Она также устанавливается очень просто здесь. Далее здесь по умолчанию стоит правильный путь, поэтому я оставляю его и установить. Все русифицированная поддержка установлена, нажимаем готово. Теперь в принципе эти файлы можно и удалить. И теперь посмотрим саму программу. Запускается программа. Вот мы видим интерфейс программы. Здесь можно создать в Writer документ. То есть обычный текстовый документ, таблицы, презентации, рисунки и так далее. Давайте сразу перейдем в документы. И вот так выглядит интерфейс данной программы. Так выглядит интерфейс данной программы. Так, ну вот мы видим. Вот я ввел текст. Посмотрел по шрифтам. Здесь есть знакомые нам шрифты. Arial, Times New Roman и так далее. Виордана. Ну то есть знакомые нам шрифты здесь есть. Также здесь можно и жирным, и подчеркнутым. И так далее. Также проверка орфографии есть. Вот она. Продолжать проверку. Да, ошибок не найдено. Ну то есть в целом здесь очень много похожего, знакомого нам. То есть Microsoft Office. Давайте попробуем изображение вставить. Да, вы посмотрите. Здесь даже изображение можно добавлять в документ. Диаграммы. Тоже достаточно такой интересный редактор. Офис, с которым вполне можно работать. Теперь давайте посмотрим, какие форматы можно сохранять. Ну здесь также много форматов. Даже Microsoft Word 2007, 2003, 2013. XML форматы, DOC форматы. То есть здесь достаточно большой выбор. Текстовые файлы. Документ HTML в Writer. Достаточно большой выбор. Сохранение. Вот даже можно экспортировать в PDF. Давайте попробуем на рабочий стол. Экспортируем. И посмотрим результат экспорта. Открылся просмотрщик PDF. Да, вот картинка наша. Вот диаграмма. Ну то есть нормально экспортировалась достаточно хорошо в PDF файл. То есть, если вы уже пользовались офисом, вы очень быстро разберетесь и с данным офисом. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, видео было вам полезным. Ссылки, как я уже сказал, будут в описании. Не забудьте подписаться на канал. Подставить лайк под этим видео. И встретимся в следующих видео. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok